Ребят, это Антон. И Антон поработал водителем Uber. А были пьяные прям такие, прям сильно-сильно пьяные? И потом она очень велась обезобразно. То есть она клала мне ноги на приборную панель. Она перелезла на переднее место. Многому научился. Но жизнь как бы, в общем, под откос. Привет, дорогие мои подписчики. В прошлом видео я рассказал вам об опыте эксплуатации электрокара Nissan ENV200. Батарейка на этом Nissan потихонечку вздыхает. Несмотря на то, что мы ее поменяли уже один раз по гарантии. И мы подошли к тому моменту, когда пользоваться автомобилем ну просто уже некомфортно, неудобно. Отец мой как-то справляется и уже привык. Но я вот по субботам не готов делать доставки и заряжаться пять раз за день. Поэтому мы решили поменять батарейку. Все стыки на батарее проржавели. Пора ее менять. Мой отец нашел мужика по имени Александр Логинов, который живет и работает в Москве и производит батарейки для электричек. Ну, в частности, для Nissan Leaf и Nissan ENV200. Он связался с Александром и получил цену около 600-700 тысяч рублей за батарейку емкостью 40 кВт-ч. Нас цена полностью устраивает. Мы хотим либо купить эту батарейку в Москве, отправить ее из Москвы авиатранспортом, либо придумать что-нибудь другое. Ну, как бы, звучит все просто. На самом деле все непросто. Батарейка такого размера 40 кВт-ч, это относится к опасному грузу. Соответственно, ее перевозка должна проходить по четким правилам. И производитель должен предоставить штуку, которая называется MSDS Report. MSDS Report – это информация о безопасности этой батарейки, чтобы перевозчик знал, что она там не взорвется, и ничего с ней страшного не будет. Пока Александр Логинов, заявляя себе производителем, предоставить этот MSDS Report не смог. Я надеюсь, что это временно, и надеюсь, что он это сделать сможет. А если нет, то мне придется искать такую батарейку в другом месте. Если вы знаете, или если у вас был опыт поиска батареек 40 кВт-ч на Nissan Leaf или Nissan ENV200, поделитесь, пожалуйста, контактом. Ребят, это Антон. Антон живет в Гонконге. И Антон поработал водителем Uber. Правильно говорю? Да. И работал ты водителем Uber на протяжении… Одного месяца. Всего один месяц. Один месяц, да. То есть это прям 30 календарных дней, или почему один месяц? Почему не больше, не меньше? Потому что я арендовал машину, у меня нет своей машины. Я арендовал машину на один месяц просто. Сколько стоила аренда машины? Аренда стоила 6500 ГКД, то есть чуть меньше тысячи американских долларов. Что за машина была? Это была самая убитая машина, Nissan Tiltz, по-моему, на которой было 150 тысяч километров. Так, 6250, это включая страховку или нет? Да, там все было страховка, да, страховка. Все включено? И если что случилось с машиной, они тоже отремонтировали. То есть это не дешево, но зато все включено. Слушай, а бензин включен был или нет? Нет, бензин я сам заплатил. За бензин я отдал еще, не помню сколько, но по-моему, порядка… Ну, типа столько же. Ну, типа столько же, да. То есть 1000 долларов машина, 1000 долларов бензина, парковки? В парковке очень дорого. Потому что я живу в одном из самых таких мест с самой проблематичной парковкой. Поэтому либо ты ставишь на дорогую парковку, либо ты ставишь ее на улицу около счетчика и просто каждые 2 часа бегаешь пополнять счетчик, что просто невероятно раздражает. Ну, то есть на парковку ты потратил еще долларов 200, может быть, 300? По-моему, около 4000 гонконгских долларов в месяц. Окей. Или больше тоже. Ты отбил свои расходы? Да, я отбил свои расходы. То есть моя изначальная цель была, что я арендую машину, буду на ней просто месяц кататься, катать свою жену, а при помощи Uber отобью расходы. На самом деле это не совсем так получилось, потому что мне пришлось работать после полный рабочий день. То есть я отработал 160 часов за месяц. То есть, по сути, 40 часов в неделю. Это много. По сути, как полный рабочий день, да? Вот. И я отбил свои расходы и плюс 4000 гонконгских долларов сверху. 1500 USD, что мало. Если бы я реально этим зарабатывал на жизнь, то это я бы так не прожил. Не, ну если бы это была твоя машина, ты платил бы ноль, да? Да. Если бы это был электрокар, ты платил бы ноль за бензин. Да. И если бы, ну ты как местный, имел свою парковку. Да. То тогда это было бы 3,5, может быть, даже ближе к 4000 долларов. Я знаю, что в Гонконге дофига кто работает в Uber. Да. И вот когда-то очень давно, я помню, что я пьяный на централе вызывая Uber, подъезжает Mercedes C63. И у меня в голове что-то прям такое, не сходится. Как? То есть он на бензин явно потратит больше, чем заработает на поездки. Я сажусь к нему, мы едем, разговариваемся. И оказывается, чувак какой-то он работает в другом бизнесе и говорит, типа, ну мне делать нечего. Я люблю кататься и поэтому работаю в Uber. То же самое и я, да? То есть у меня есть работа, как бы, и мне просто нравится кататься. Вместо того, чтобы арендовать машину за безумные деньги на одни сутки, я арендовал на целый месяц и так покатался. Но тем, у кого дорогие машины, нередко же приезжают еще и Tesla, да, когда ты заказывал Uber. Да. Они... С одним разговариваю, он тоже пенсионер, ему просто весело. Других подозреваю, что эта машина не их на самом деле, и что они просто возят босса. А когда босса нет, тогда они катаются в Uber. Типа, о-о-о, босс лег спать, можно подзаработать. Да. Ну, то есть есть такая штука, что айтишники, ну, типа... Ну, конечно. Ну, пойдем поработаем в Uber. Потому что, да, прикольно. Меня спрашивали... Женщина садится в машине и видит, как бы... Ой, иностранец за рулем, да? Она такая, говорит, а что-то случилось, да? Почему... Почему так выглядит? Нет, ничего не случилось. Мне просто весело. Слушай, а... Ну, то есть вот ты за месяц... Ты показывал мне рейтинги, что у тебя рейтинг 4,90... 4,87. Да. Правильно я понимаю, что если человек там заказывает и видит твой рейтинг, ну, как бы, есть шанс, что он скажет, да ну, типа, не-не-не-не, плохой рейтинг, хочу к тому, кого 4,99. То есть ты успел это на себя ощутить или нет? Нет. Там, скорее, когда рейтинг уже 4,6-4,7, то тогда уже ты начинаешь волноваться. Но, тем не менее, ты не можешь как бы... Ты можешь отменить и заказать другого водителя, но... Но если ты Uber заказываешь, что ты хочешь уже доехать побыстрее, ты не будешь волноваться за водителя. Но некоторые, конечно, такие, а ты точно дорогу знаешь? Я говорю, да, я живу в Гонконге 10 лет, я знаю дорогу, не волнуйтесь. А ты в Гонконге живешь 10 лет? У тебя уже есть permanent ID? Да, permanent ID. И я права здесь получал, я много раньше катался тоже в самом месте, поэтому я научу дороги, которые здесь нелегкие на самом деле. А ты слышал, что сейчас можно поехать в Америку и без визово жить там 180 дней с правом на работу? Не слышу, что это такое. А есть такой чувак, его зовут Илья. Он мне после вчера позвонил и сказал типа, новая фишка! И я прям задумывался... С правом на работу? С правом на работу в Америке! Сейчас Канада дает Гонконгольцам такие привилегии, типа... И Канада, и Австралия, и UK! Все говорят welcome welcome! Да. Хотел бы ты переехать в Америку и там поработать Uber? Я думаю, что я немного больше бы заработал, но там было бы гораздо опаснее. То есть здесь в Гонконге я никогда не видел такого, чтобы кто-то прям, знаешь, опасные какие-то люди там пьяные и агрессивные всадятся в машину. В Америке я бы приезжал за это, потому что там и грабят водителей и все такое. В Гонконге мы в самом безопасном городе на свете. А были пьяные прям такие, прям сильно-сильно пьяные? Самые... Были пьяные и Тигги, которые просто едут домой, да? А есть... Была одна пьяная девушка, которая утверждала, что она только что едет с ужина с гонконгольскими миллиардерами, типа... Она утверждала, что она с Ричардом Литов, что была на ужине одним из гонконгольских магнатов. И потом она очень ввела себя безобразно, то есть она клала мне ноги на приборную панель. Она перелезла на переднее место во время движения, да, клала мне ноги, там пыталась переключить передачу. О-о-о! Да, лучше я теперь арендую машину на день, просто катаюсь с удовольствием. И если ты арендуешь машину на день, ты арендуешь классную, крутую тачку или что-нибудь, что арендуешь вообще? Последний раз это была Audi TT. Есть один чувак, который сдает машины, которые очень крутые, но они не новые. То есть они 12-13 лет недавности, поэтому они все равно очень круто выглядят, но на самом деле стоят. Когда ты последний раз арендовал тачку? Месяц назад, да. Что арендовал? Audi TT, да. А до этого? До этого Maserati, но тоже 2008 года. Не новое. Сколько стоит? Порядка тысячи как-то в день. Масерати тоже. Нормально, нормально. Audi TT и 900. Слушай, я с этим чуваком пытался связаться, я ему написал сообщение, типа, чувак, хочу у тебя в аренду взять машину. Да? Ничего он не ответил, типа, какой-то он зашифрованный очень. Странно, ну ладно. Ну, насколько я знаю, в Гонконге вообще с арендами машин все очень плохо. То есть если сделать это все легально, бело, пушисто и красиво, там расходы очень серьезные на страховку. Да. И нужно выполнить много, ну то есть это получается коммерческое использование автомобилей, там нужно выполнить много условий. А если, типа, ну вот мы с тобой там договорились, да, то все проще. В коммерческой аренде, типа, Avis и такие компании. Да. Там самая дешевая копеечная Toyota стоит столько же, сколько вот Audi TT, да? Mazda 2. Mazda 2, я помню, самая дешевая машина была и стоила, типа, там 800 плюс, если ты там тебя арендуешь на неделю. Но там можно там взять крутую какую-нибудь тачку, ну за дикие деньги. Да. Ну если ты арендуешь машину, это суббота-воскресенье, то есть пятница, суббота-воскресенье? Да, суббота-воскресенье, то есть днем я катаю жену, ночью я катаюсь с друзьями или сам. Вот, сплю почти, почти не сплю. То есть тебе в теории можно позвонить в пятницу вечером и сказать, слушай, Антон. Давай. У меня вот есть автомобильчик, хочешь покататься? Давай, я запросто. Ну и типа ты подъезжаешь, забираешь и у выходные катаешься. Слушай, ты живешь в Гонконге 10 лет. Да. То есть ты приехал сюда в 2011 году? В 2011, да, в 2011. Я в 2010. Ага. Но я приехал сюда из Китая, то есть я понимал, куда я еду. Первый раз в Гонконге был в 2003 году. То есть я четко знал, как бы это был план. В твоем случае это был план или спонтанное решение? Чем вообще ты занимаешься? Я вообще программист сейчас. Раньше я занимался не особо чем, я просто работал на фрилансе. То есть я изначально приехал в Китай, тоже как ты, и жил в Шанхае. А потом после Шанхая у многих как бы следующий логический шаг это переезд в Гонконг в то время. Сейчас, может, люди едут наоборот, я не знаю. Вот. И да, в 2011 я переехал в Гонконг. Первое время я работал в компании Walt Disney, которая, то есть не в самом парке, конечно, развлечений, а в офисе. И это была просто административная скучная работа. Вот. И учился одновременно с этим. А потом я перешел в программирование. И последнее время работа в компании Prinetics, которая занимается тестированием на коронавирус здесь в Гонконге. Ты оттуда ушел? Да, я оттуда ушел. Я так понимаю, что этих тестов они наделали столько, что у них бабло уже из ушей торчит. Бабло торчит из ушей. Приехали в новый офис, наняли много людей. Теперь у компании даже есть свой личный барист в офисе. Ого! Так что ты можешь по этому одному признаку понять, сколько у компании денег. То есть круто там все. И почему ты оттуда ушел? Почему я оттуда ушел? Потому что они платят по рыночной стоимости, по рыночной цене. То есть они стали настоящей большой компанией. Просто есть приложение лучше, да. И плюс самая важная, на самом деле, вещь, то что в этой компании ты можешь очень много чему научиться. Это, по сути, как на войне, да. То есть я видел там практиканты, которые приходят только что из универа. За три месяца они уже начинают вести команду людей, да. То есть как программист я научился за два года тому, чему многие не научатся за 10 лет. Потому что мы делали кучу всего, да. Какая обратная сторона этого? Обратная сторона этого то, что ты работаешь по выходным, ты работаешь по ночам. И как бы жена меня моя вообще не видела в последнее время. То есть, да, мы очень много всего выпустили, многому научился, но жизнь как бы вообще пошла под откос. Поэтому надо что-то поспокойнее, да. И сейчас я работаю в компании BitMEX, это криптовалютная биржа. Ооо. Да. Главный вопрос. А почему ты не купишь себе тачку-то? Почему я не куплю себе тачку? Смотри, я езжу на работу, у меня до работы 20 минут пешком. Так. Поэтому на работу на машине ездить не получится. И безумные, абсолютно безумные деньги на парковку. Вот. И сама машина недорогая, да. То есть ты можешь купить себе даже там убитую машину за копейки. Все тоннели, дороги, бензин, самый дорогой бензин в мире. Самые, не знаю, может не самые дорогие парковки, но очень дорогие, да. То есть я буду тратить, по сути, там столько же денег, проще ребенка зависеть на эти деньги, чем машина. У нас была идея, может знаешь, Саша, логист, живет на DB. У меня выходило видео на канале, он купил себе Porsche 965, по-моему. Короче, первый Porsche, который стал не с круглыми фарами, за 60 тысяч гонконгских долларов. Радовался дико, парковал его на Sunny Bay за 1300 гонконгских долларов в месяц. Да, да, да. И, в общем, радовался, радовался, потом купил, ему пришла машина, которую он заказывал. Ну, типа, говорит, ну, ничего с ней делать. Ну, типа, классная тачка, все, ну, он ее продал. И у нас была идея, а что если сделать, не знаю, клуб, да, снять на новых территориях, где-нибудь вообще далеко, огромный склад, купить там не туда, не знаю, 10-20, сколько-то машин, ну, сколько будет членов, да, клуба, столько и машин. И, ну, то есть, приехал на, ну, либо человек тебе привез машину, отдал тебе машину, ты на выходные катаешься, покатался, отдал машину и, как бы, радуешься жизни. Вот у тебя такой вариант устроил бы или нет? Да, я бы с удовольствием брал. Хотя, не знаю, сколько это стоит, потому что... То есть, только вопрос цены. Вопрос цены, наверное, да. Хотя это должно быть дешевле, да, чем арендовать. Вопрос, какие машины. А, ну да. То есть, понимаешь, да, если Денис, Денис купил Citroёy на себе за 35 тысяч, 35 тысяч. То есть, да, это не суперкар, не суперфонтовая тачка, но он классный, он классный внутри, он прям классная машина. Содержать его недорого, купил, куплено недорого, да, ну, как бы, ну, чего. Такое точно дешево будет. Надо сделать такое. Сделать. Окей, хорошо. Ладно, спасибо тебе за то, что рассказал про себя и про Uber. Да. Ребятки, если у вас будут вопросы к Антону, я думаю, что вы можете задать их в описании к этому видео. И... ответишь на вопросы? Да, конечно. Пишите про Антон и другие вопросы. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok